Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите программу «Время говорить». Итоги недели мы вместе с вами обсудим наиболее заметные темы этой рабочей пятидневки, а также припомним недалекое прошлое, события которого нашли продолжение на днях. Итак, остановись мгновенье, нам надо оглянуться и всмотреться во вчера, чтобы лучше увидеть завтра. Коротко о содержании сегодняшней программы. Что дальше? Корреспондентам нашей программы удалось узнать о ближайшей судьбе сгоревшего Политаевского рынка. Мост над рекой в Рязани продолжается возведение путепровода на Московском шоссе. Еще один начальник на этой неделе стал известен об аресте бывшего руководителя регионального антинаркотического управления Игоря Туровского. Здравствуйте, доктор Быков. Рязанские репортеры в онлайн о режиме пообщались с актером Иваном Охлобыстином. Теперь приступим к подробному изложению всего, о чем было заявлено, и того, что до поры остается за кадром. По-прежнему одной из главных тем, которые сейчас обсуждаются в Рязани, остается пожар на Политаевском рынке. Он, напомним, случился в ночь на прошлую пятницу. Центральная часть рынка теперь обдесена глухим забором, за которым зияют жутковатые черные провалы, раны, нанесенные пожаром. На этой неделе, когда страсти слегка улеглись, нам удалось прояснить дальнейшую судьбу торгового комплекса. Напомним, что пожар на Политаевском рынке начался в ночь на прошлую пятницу. Пламя бушевало несколько часов. За это время огонь уничтожил почти 4000 квадратных метров, что составляет приблизительно треть от общей площади рынка. Сегодня сведения о будущей судьбе Политаевского рынка нам удалось разузнать у одного из совладельцев торгового комплекса Александра Шевырева. Само основное здание представляет из себя три независимых модуля. Центральный модуль выгорел, поскольку были так называемые пожарные зазоры между крайними модулями. Крайние модули не пострадали. Ну, судьба какая? Крайние модули уже практически сейчас запускаются. Некоторую уборку сейчас проводят. С завтрашнего дня сейчас уже все уличные павильоны запущены. То есть, дальние коммуникации, газ, электричество. Работает вот часть правая Эльдорада. Ну, и в течение сегодня-завтра будут запущены еще три зала. Та часть, которая выгорела, уже проведены переговоры с проектировщиком. Проектировщик уже начал работать. Там, кстати, проектировать не нужно ничего. Будет капитальный ремонт. Проведены переговоры с подрядчиком. Это стали конструкции, которые будут осуществлять все эти работы. Еще одна фирма приглашена. И с субботы работает экспертная группа, которая в течение нескольких дней даст нам заключение экспертное. Ну, по первому взгляду экспертной группы, где-то 90% всех несущих металлических конструкций, в общем-то, сохранится. Мы планируем где-то в течение двух месяцев, ну, максимум до Нового года, восстановить вот эту вот выгоршую часть и запустить ее. Рязанский губернатор Олег Ковалев распорядился проверить все крупные торговые центры на предмет противопожарной безопасности, а также провести тщательную проверку и выяснить все обстоятельства Политаевского пожара. Поручение, опять же, тоже Минэкономразвития организовать проведение проверки всех гостиниц, неважно, большие это, маленькие гостиницы, и выяснить, установить, насколько соблюдаются установленные нормативы, соответствуют ли объекты и уровень их сервиса заявленным категориям, соблюдается ли правила организации питания и так далее. И, Сергей Валентинович, хотел обратиться к вам, чтобы вы дали добро на проведение такой проверки, потому что у нас был случай, приехал известный, будем говорить так, ведущий, актер, и его поселили в такой гостинице, где он, в общем-то, в интернете указал на это, мы пошли туда, посмотрели, там действительно, но это не гостиница, а черти что. Поэтому, я думаю, что такую проверку, мы их никогда не проводили, да, никогда их такие проверки не проводили, но сейчас надо нам разобраться с этим хозяйством, значит, и принять меры к тому, чтобы они соответствовали заявленному уровню, заявленному этому. По итогам работы, конечно, значит, надо принимать меры к устранению таких нарушений, которые будут выявлены. Я думаю, что в течение месяца надо вот эти две работы провести, потому что это очень важно, да и с точки зрения безопасности, потому что там, где расхлябанность обычная, в гостинице в той же, там и террористическая защищенность слабая, и пожарная безопасность слабая, я уверен, поэтому надо посмотреть все это. Арест недели заставил вспомнить дело, о котором стало известно чуть ли не год назад. Тогда, словно гром среди ясного неба, пришло известие, начальник управления антинаркотического ведомства региона Игорь Туровский подозревается в том, что принял взятку в несколько миллионов, а на днях после проведения всех долгих и тщательных следственных действий он был взят под стражу. По версии следствия, в производстве следственного отдела управления наркоконтроля находилось уголовное дело, по которому к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков привлекался Рязанец. В отношении него было избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом в рамках расследования уголовного дела также был наложен арест на его денежные средства, которые находились на банковских счетах. В ноябре 2012 года начальник регионального управления наркоконтроля Игорь Туровский получил через посредников взятку в размере 6 миллионов рублей за способствование в принятии решения об отмене наложения ареста на денежные средства на счетах, открытых на имя привлекаемого колонны ответственности Рязанца и изменение ему меры пресечения на более мягкую. Раскрытие сложной схемы получения Туровским взятки с участием ряда посредников стало возможным благодаря тесному взаимодействию следственного управления с региональным управлением ФСБ России. Сейчас производство следственных действий находится на завершающем этапе и в ближайшее время планируется начать ознакомление обвиняемого и его защитников с материалами уголовного дела. Информация к сведению. Игорь Викторович Туровский родился в 1962 году в Рязани, в 1985 году окончил Каунасскую специальную среднюю школу милиции, в 1990 году высшую юридическую заочную школу МВД, с 2001 года возглавлял Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при областном УВД, в 2003-2006 годах замначальника управления ФСКН по Рязанской области, с 2006 года начальник УФСКН по Костромской области, 20 января 2012 года назначен начальником УФСКН по Рязанской области, генерал-майор полиции. Игорь Туровский был награжден медалями Жукова и за охрану общественного порядка. Вот отрывок из интервью, в которое Игорь Туровский дал изданию МК в Рязани в марте 2012 года, когда он начинал работать на посту начальника регионального антинаркотического управления. «Несмотря на то, что я долго жил в Костроме, часто приезжал в Рязань. Я сравниваю сегодняшнюю Рязань с началом 2000-х годов, когда мы, что называется, зачистили город от наркотиков. За месяц работы убедился, что ситуацию упустили. Рязань буквально заполонена наркотиками, причем это произошло в последние годы. И еще одна выдержка из интервью. Я сюда направлен указом президента России, и если руководство федеральной службы так решило, значит, оно мне доверяет. Меня сюда направили как раз для того, чтобы разгрести эти Авгеевы конюшни. И я готов к тому, что будут письма, жалобы. Я это уже проходил. Когда приехал в Кострому, на меня дважды писали президенту, сначала Путину, потом Медведеву. Приехали, проверили, разобрались. Но если я буду работать честно, по закону, мне ничего не страшно. Надо отметить, что Игорь Туровский всегда активно взаимодействовал с рязанской прессой. При нем работа антинаркотического ведомства стала более открытой, разумеется, в тех рамках, которые дозволены законом и обусловлены служебной необходимостью. К другим темам. Мост, о котором было много написано и сказано еще в то время, когда его и в проекте не существовало, на этой неделе наконец-то начал активно строиться. Речь идет о путепроводе на Московском шоссе между торговыми гигантами «Премьер» и «Метро». Как только пошла мостосозидательная активность, мы сразу решили прояснить перспективы введения долгожданного объекта в строй. Сейчас полным ходом идет монтаж секции пешеходного моста через реку Павловку. Горожане этот объект ждали уже очень давно, ведь пешеходам, чтобы попасть в расположенный на Московском шоссе торговые центры, приходилось перебегать проезжую часть, что весьма небезопасно. Необходимость строительства моста через Павловку рассматривалась властями неоднократно. Проект обсуждался и дорабатывался. Но в целом, как и обещали городские власти, в 2014 году работы по строительству пешеходного моста начались. За счет средств городского бюджета уже установлено и должна быть смонтирована за счет инвестора. Сегодня будет установлена половина конструкции. Завтра под речкой обещают мост уже основную конструкцию собрать. Вот именно основная конструкция моста будет собрана завтра. Будут в дальнейшем продолжены работы по сбору уже и пешеходных ограждений, и самого настила, и эти работы планируется провести где-то до 20-х, там, в 20-х числах закончить полностью монтаж моста. Строительство моста на Московском должно будет исключить такие неприятные зимние приключения горожан, как падение со скользкой невразумительной дорожки в означенном месте, а также полеты на машине с дороги прямиком в здешнюю речушку. А такое было. И репортажи на эту тему мы снимали. Что касается скорой уже зимы, то о ней говорили не только синоптики и погодозависимые граждане, но и городские начальники. В этот четверг прошел производственный парад техники, которая призвана защитить Рязань от зимней стужи, а точнее от ее последствий в виде льда и снега. Погода шепчет, да что уж там кричит о том, что вот-вот со дня на день в Рязани выпадет снег. Он, конечно же, быстро растает, тем не менее, это первый звоночек. Пора бы начать, а где-то уже и закончить подготовку к зиме. Дирекция благоустройства Рязани в четверг отчиталась о проведенной работе. 119 единиц техники готовы к эксплуатации и ждут своего снежного часа. 7 снегопогрузчиков, 6 бульдозеров, 34 автомобиля, укомплектованные отвалом и приспособлением для разбрасывания песка, 29 самосвалов и еще ряд другой техники. Значит, вся эта техника, которая выставлена и находится здесь перед вами, она прошла соответствующее техническое обслуживание и готова к эксплуатации в зимних условиях. Вся эта техника укомплектована водительским составом и трактористами. Это нормальное количество машин для Рязани. Георгий Орлов отметил, что даже в случае интенсивного снегопада техники должно хватить. Кроме всего этого уже заготовлена песко-соляная смесь и ее, судя по прошлогодней практике, также хватит с лихвой. Чтобы преодолеть скользкость, возможно, которая будет возникать на улицах и дорогах города, уже заготовлена порядка 20 тысяч кубических метров песко-соляной смеси. Песко-соляная смесь, она уже есть, она уже смешана и для того, чтобы быстрее реагировать на температурные изменения и быстрее принимать решения, часть этой песко-соляной смеси будет размещена на другом конце города в Московском районе, в районе улицы Интернациональная. Зимний сезон с его холодами и так дается нашим гражданам тяжеловато. И это вполне объяснимо. Летом-то и дышится проще. Посему самое главное, чтобы у горожан к работе дирекции претензий не возникало, чтобы и тротуары были не скользкими, и дороги чистыми, и обочины не превратились в непролазный снежный холм. С нашим климатом готовиться нужно ко всему. КОНЕЦ Вы смотрите программу «Время говорить» итоги недели. Вот о чем мы намерены рассказать вам во второй части сегодняшнего проекта. Наш человек в Госдуме, рязанский либерал-демократ Александр Шерин стал депутатом российского парламента. И снова попрощаемся. Рязанские судебные приставы в очередной раз пообещали, что с самовольно построенного здания в центре столицы области горожане в скором времени не увидят. Здравствуйте, доктор Быков. Рязанские репортеры в онлайн-режиме пообщались с актером Иваном Охлобыстином. Продолжаем программу. На этой неделе рязанцы нежданно-негаданно обзавелись еще одним собственным депутатом Государственной Думы. Кресло в парламенте получил Александр Шерин, руководитель фракции ЛДПР в Думе областной. А теперь наш первый в Рязани выросший либерал-демократ, которого судьба и воля партии вознесли во власть высокую. В четверг парламентарий, что называется, с пылу с жару, заехал в нашу студию, чтобы рассказать о том, как же все получилось у него с Государственной Думой. У нас в партии ЛДПР есть такая практика, когда люди выходят из состава Государственной Думы и занимают другие посты, идут на повышение, на госслужбы, в исполнительную власть. Так же произошло и в случае с депутатом Балберовым. Он освободил мандат депутата Государственной Думы, фракции ЛДПР. И так как в его региональной группе не было больше депутатов, кандидатов в депутаты, которым этот мандат мог бы перейти, так как они были исключены из списка еще за долго до того, как, перед партией встал вопрос о том, что могут передать освобождившийся вакантный мандат в любую региональную группу первому, кто стоит по списку. И мне было очень приятно, что мы продолжаем работать. Я не возглавляю больше года Рязанский региональный отделение ЛДПР. Продолжаю работать в качестве депутата Рязанской областной думы. Возглавляю фракцию ЛДПР Рязанский областной думы до недавнего времени. Те коллеги-депутаты, которые помнят и знают, что я проработал в статусе координатора практически 13 лет, внесли мою кандидатуру на высший совет. Мне очень приятно было, что это была действительно для меня неожиданность, и меня пригласили на высший совет буквально в прошлый четверг. Были еще кандидатуры, которые предполагались. Нас заслушали, наши доводы, как мы видим свою работу в стенах Государственной думы. Ну, учли все за и против. Лебедев Игорь Владимирович непосредственно мою кандидатуру поддержал. Афанасьева Елена Владимировна, тоже член высшего совета, которая ушла сегодня работать в Совет Федерации в настоящий момент, тоже поддержала мою кандидатуру. Депутат Государственной думы Курдюмов, ну и ряд других депутатов Государственной думы, которые входят в состав высшего совета ЛДПР, поддержали мою кандидатуру. Высший совет проголосовал, большинством голосов приняли решение, что именно мою кандидатуру предложить. Есть у нас теперь еще один энергичный человек в законодательной власти. Может, хотя бы теперь что-либо хоть на малую долю сдвинется в плане не только принятий, но и своевременного исполнения законов. А то у нас в этой связи все всегда складывается как-то странно, нелепо, смешно и в то же время грустно. Образцово-показательный пример в этой связи самовольно построенные зданицы в самом центре Рязани на Астраханской, она же Ленина-22. На этой неделе рязанские судебные приставы организовали пресс-конференцию, в ходе которой вновь всплыла тема невыносимо, несносимого, беззаконного здания. Как оно там вообще появилось? Тайна великая есть. Почему не заметили вовремя этот самострой? Тайна номер два. Почему не снесли после решения суда тайна номер три? И почему этот громадный двухэтажный сарай до сих пор благоденствует в непосредственной близости от муниципалитета и прочих властных зданий тайна номер четыре? Вот сколько сразу тайн, да и сколько еще будет. Который раз судебные приставы пытаются ответить на простые вопросы репортеров. Почему и доколе? Вот еще одно заверение в том, что строение будет стерто с лица Рязанской земли. Предоставление отсрочки закончилось, которое было предоставлено судом. В настоящий момент дважды должница привлечена к административной ответственности, штрафы уплачены, но в последующем теперь нам придется вновь, как уже и мы ранее говорили в начале года, что раз самовольно она не снесла и не установила в добровольном порядке и в установленной стройке соответственно, то теперь уже придется службе приставов вновь осмечивать это здание, запрашивать деньги с федерального бюджета. Понимаете, что под конец года, наверное, это будет не очень удачное время. И в последующем уже сносить специализированной организацией, которая будет уже в соответствии с 44-м федеральным законом выбранным. На этой неделе в 56-й школе Рязани прошел необычный открытый урок с визитацией рязанского министра образования Елены Буняшиной. Дело в том, что здесь действует проект по поддержке ребят с ограниченными возможностями. Так, например, Илья, одноклассник, ребят, начали в урок, пришло начальство, в силу обстоятельств, не может посещать школу, зато у него появилась возможность присутствовать в классе виртуально и учиться вместе со своими друзьями только в режиме онлайн. В гости к девятиклассникам 56-й школы пришли представители власти региональный министр образования Елена Буняшина и депутат Рязанской областной думы Александр Ральгейзер. Тема открытого урока касалась русского языка. Накануне в России отмечали 200-летие с момента рождения великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Впрочем, и потом это сами признали высокие гости. Школьники в интеллектуальном плане сейчас весьма развиты, потому и темы общения не ограничивались лишь литературой. Ребята активно спрашивали министра образования про сдачу единого государственного экзамена, обсуждали со взрослыми и политические вопросы, касающиеся недавнего присоединения Крыма к России. В 56-й школе уже сейчас внедрили новый проект. Это дистанционное обучение ребят с ограниченными возможностями. Девятиклассник Илья теперь слушает объяснения своего учителя через сеть интернет в прямом эфире. Специальную видеоаппаратуру помогли установить рязанские предприниматели. Для ребенка очень важно общение. Общение не только со взрослыми людьми, но и со сверстниками. Вот Илья теперь такую возможность получил. Ребята, без сомнения, конечно, ходят к нему и домой, но это не бывает так часто, поскольку класс выпускной. Но на уроке вы видели сегодня это общение, оно может быть, и Илья отвечает как настоящий ученик, присутствующий в кабинете. Ну и ребята иногда даже спорят с ним или помогают в решении каких-то задач. Дистанционное обучение помогает, по словам регионального министра образования Елены Буняшиной, в социализации детей с ограниченными возможностями. Родителям тяжеловато иногда, может быть, такое решение принять, но мы считаем, что это вот социализация и ребенка, и это, я думаю, позитивно влияет, позитивно влияет на понимание жизни, на то, что надо протягивать руку другому рядом человеку для ребят, которые сегодня в классе. Для людей с ограниченными физическими возможностями, и это ни для кого не секрет, весьма непросто передвигаться по городу. По этой причине посещать учебные заведения даже по месту жительства им трудно. Дистанционное образование в какой-то мере снимает некоторые барьеры. Люди с ограниченными возможностями не замыкаются в себе, а активно участвуют в жизни общества. И еще об одном онлайн-проекте недели, который заслужил особое внимание репортеров. В офисе Рязанского информагентства «Семь новостей» была проведена конференция с харизматичным актером и еще много чего в жизни исполнявшим Иваном Ахлобыстином. Он отвечал на вопросы журналистов сразу нескольких российских, даже не изданий, а городов. Известный артист, режиссер, драматург и шоумен Иван Иванович Ахлобыстин провел видеоконференцию по скайпу с журналистами из трех городов России Екатеринбурга, Тулы и Рязани. Общание получилось довольно долгим и объемным. Отвечал Иван Иванович на вопросы как личного характера, так и высказывал свое мнение на общественные и даже геополитические темы. Иван Иванович, поскольку вы написали несколько обращений по поводу Украины, то наши читатели достаточно много вопросов про Украину вам задали. Когда начались вот эти все выражения и кидания, я естественно разбудился, будучи все-таки генетически военным человеком, ну из семьи, много поколений военных, что закидывают, что жгут, просто жгут коктелями Молотова. Где-то всегда, будьте, есть такая точка невозврата. Вот как только загорелся этот оболон, их не бегут, это была точка невозврата, потому что они его ясно нарушили, причем на весь мир и видно это было, ясно перешли грань демократического, то, на чем они экспериментировали и хаоса. Они вошли в теневую зону. Иван Охлобыстин признался, что встреча с поклонниками ему нравится тем, что в ходе общения благодаря задаваемым вопросам он узнает людей и именно таким образом составляет для себя правильную картину мира. На этот раз Иван делился со зрителями своим видением развития общества и особенностей русского характера. Надо всегда помнить, что у нас самая русская рулетка это русская игра. Про русскую рулетку не в одной нас все у нас берут эту игру. Мы иначе не заводимся, мы форс-мажорка. Все остальное нас печалит. Все остальное это вынужденное проведение времени. Если никуда не держать, если ничего не строить, если не поражать глубины космоса, если, в общем, не нести ответственность за все человечество, мы теряем вкус жизни. Мы попадаем в печеничного. И начинались. И, наконец, завершим сегодняшнюю программу видео о красавцах. Неделя. Бравые полицейские провели на центральном спорткомплексе Рязани строевой смотр подразделений. Вот уж где они предстали во всем своем великолепии. Материал даем без комментариев, поскольку какие уж тут слова, когда маршируют люди в форме. Всем хороших выходных и до встречи на следующей неделе. Как всегда, в программе время говорить. Так, внимание! Равняйсь! Смирно! Торжественному маршу по подразделениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова